Ну что же, если я остался одинок, значит в студии уже есть гости. Я рад представить. У нас в гостях Риманенко Наталья, врач-инфекционист, заместитель директора медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского. Доброе вам утро. Доброе утро. Скажите, мы все сейчас, в зимний период, все, разумеется, переживают на тему вирусов. Мы знаем, что сейчас есть серьезные проблемы с этим в Китае. Насколько действительно актуальна эта проблема для Крыма? Для Крыма актуальна проблема подъема заболеваниями ОРВИ и гриппом, на самом деле. И, в принципе, каждый год это ожидаемый подъем заболевания. Где-то с начала февраля и март есть рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для нас это более актуальная тема, чем коронавирус, о котором сейчас много говорят и которого все боятся. Ну, я предваряю ваш вопрос, скажу, что по поводу коронавируса самое главное не поддаваться панике. Вот у нас есть такая немножко тенденция, учитывая то, что в средствах массовой информации, в социальных сетях очень много это обсуждается, то немножко люди как-то напуганы. А в этой ситуации, в принципе, для нашей территории, ну да, это информационная такая тревожность, но реальной пока опасности какого-то подъема заболеваемости нет. В общем-то, предприняты все меры Министерством здравоохранения, прежде всего Российской Федерации, в том числе Крыма, Роспотребнадзором, проработанные все механизмы, да, по нераспространению инфекции. Как изначально было, так на сегодняшний день и остается, что два человека на территории Российской Федерации, ну это именно китайские... Люди, которые приехали в Россию из Китая. Из Китая вот заболели и все, то есть дальше распространения нет. А вот с точки зрения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, да. Татьяна Викторовна, а скажите, пожалуйста, все-таки вот тема меня так волнует, да и не только меня, коронавирус. Почему? Потому что у него на голове корона? Нет. Дело в том, что, ну да, действительно, там коронавирус назван, потому что так структура устроена вируса, что такое произошло название, но, значит, углубляясь в эту тему, ну так, для... Не слишком медицинскими терминами я могу сказать, что, в принципе, новые вирусы появляются всегда. Да, вот мы помним буквально... Свиной грипп. Да, свиной грипп, который тоже был, в общем-то, очень такой большой проблемой информационной и реальной проблемой медицины. И новые вирусы будут еще. То есть, ну вот таковы вирусы, они меняются, они изменяют свою структуру со временем, и появляются новые штаммы, новые виды. И, в принципе, медицинское сообщество к этому готово, потому что все время идет работа по созданию вакцин, в том числе и к коронавирусу. Вот, можно так сказать, что он тоже изменчив, так же, как вирус гриппа, да, но все равно к гриппу вакцина у нас есть, потому что каждый год производится новая вакцина с расчетом на то, какой вирус будет актуален в данном сезоне. И те люди, которые прививаются от гриппа, они, в принципе, защищены в достаточной мере от того, чтобы не заболеть. Или даже, вот, часто спрашивают, а вот все-таки же есть заболевание? Да, есть, но вы заболеете не в тяжелой форме, и не будет тех осложнений. А основное осложнение, как при гриппе, так и при коронавирусе, это пневмония. Это вот, да. А вот такой злободневный вопрос у всех на слуху. Действительно ли не существует ни одного противовирусного лекарства, которое доказало бы свою эффективность именно уже при случае заболевания? Вот смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, понимаете, как специалист в этой области, да, как человек, лечащий реально людей, я могу перечислить, да, препараты, но я этого делать не хочу. Только по одной причине. Потому что начинается ажиотаж, и... Но этого не стоит делать, а как с маской. Люди бегут в аптеке, я хочу закончить. А я что хочу сказать? Самое главное для людей, которые или заболели, или, да, переживают по поводу того, что они заболеют, это помнить, что первое, что они должны делать, это обратиться к специалисту. И специалист назначит препараты, те, которые помогут человеку в данной ситуации. Что с точки зрения профилактики? Это маски, в первую очередь, да, они защищают. Это просто барьерный метод. Ну, от него, да, мы не откажемся еще долго. Как барьерная конструкция. Я хочу сказать, что еще важно. В принципе, при любых вирусных заболеваниях, как при гриппе, так и при коронавирусе, основным моментом является что? Я повторюсь, не поддаваться панике. Второе, это избегать мест скопления людей. Да, или если вы, ну, вынуждены там быть, значит, можно одеть маску. Ведь не стесняются, вот мы смотрим, да, передачи. Те же жители Китая ходят в маске и вообще не переживают по этому поводу. Вот у нас только про это говорится. Я хожу по городу, я не вижу, чтобы кто-то надел маску, например, да, там в супермаркете или еще там, где скопление людей есть. Поэтому это можно делать, если вы переживаете. Следующий момент такой же барьерный. Если вы были, да, вот все равно мы ходим на работу, мы ездим в маршрутках, мы в массовом скоплении людей не избегаем. Придя домой, нужно просто промыть полость носа и рта обычной водой. Талия Викторовна, время, к сожалению, подошло к концу. Я вас прошу, ну, скажем так, резюмировать нашу беседу. Три простых правила, как не заболеть. Первое, это сделать прививку от гриппа. Осенью? Да, вовремя. Не отказываться от этого. Второе, это в момент подъема заболеваемости избегать мест скопления людей. Третье, если этого не удается, нужно носить маску и использовать вот те методы, о которых я сегодня проговорила. Большое спасибо. Ваши советы сейчас как нельзя полезны. Итак, напоминаю, в гостях у нас Риманенко Наталья, врач-инфекционист, совместитель директора медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиева. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли.